Интервью Как выписал главе армянского правительства. Очевидно, что пока что Россия не хочет выступать с официальными обвинениями в адрес руководителя Армении. Ну хотя бы уже потому, что эта страна остается союзником России. Входит в ВДКБ и в Евразийский экономический союз. И в такой ситуации говорить, как это было сказано в интервью, что Армения становится Украиной номер три, при том, что Украиной номер два в Москве считают Республику Молдова, а Никола Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского, никто из официальных российских чиновников публично не рискнет. В любом случае, понятно, что подобные заявления не останутся без реагирования со стороны официального Еревана. Что послу Российской Федерации в Армении придется оправдываться за подобные угрозы. А так, когда интервью сделано неназванным источником, но все прекрасно понимают, что оно выражает взгляды и позиции президента России Владимира Путина и других высших руководителей страны, и слова сказаны, и придраться больше не к чему. Но я должен сказать, что эти угрозы отнюдь не являются какой-либо большой новостью. И что эту черную метку главе армянского правительства, я бы даже сказал больше, армянскому народу выписали еще тогда, когда граждане Армении добились собственного участия в процессе смены власти в стране. Потому что с российской точки зрения, любой народ, который управляет своей собственной жизнью, достоин только демонстративного наказания. Так действительно было с Украиной и в 2004, и в 2014 годах. Только в этом случае сначала применялся энергетический шантаж, а потом русские пошли войной на соседнюю страну. Так действительно было и с Республикой Молдова. Пока что Россия ограничивается энергетическим шантажом, но не будем забывать, что в 90-е годы она решилась на откровенную войну с гражданами этой страны. Так было, кстати, и с неупомянутой Грузией, против которой неоднократно предпринимались меры и силового, и экономического характера. А в 2008 году была организована настоящая война. И так сейчас происходит с Арменией. При этом, как видим, никакие союзнические отношения не могут уберечь от ханского гнева. Гнев связан не с тем, в какую организацию входит или не входит та или иная бывшая Советская Республика. А с тем, что жители этих бывших союзных республик в Москве не считают за людей. И считают, что они просто должны подчиняться указаниям из Кремля. Что ими должны править не свободно избранные руководители, а ханские наместники, которые получают от Владимира Путина или от любого другого обитателя кремлевской резиденции ярлык на княжение. В России привыкли к такому порядку дел еще во времена Золотой Орды и никак не хотят от него отказываться. Просто российский президент или генеральный секретарь или император заменил на престоле ордынского хана. Просто, можно сказать, взобрался на чужой престол в грязных сапогах или ботинках. Да и так там и сидит до сих пор. И подобное, даже досредневековое представление о том, как управляется государство, разделяется, как мы знаем, подавляющим большинством граждан самой Российской Федерации. Которые не желают брать на себя ответственность за происходящее в их собственной стране. А тех, кто на эту ответственность решается, в Украине или, в Молдове или, в Армении или, презирает. Презирает каждый. От Владимира Путина до последнего выпивохи и забултыги на грязной улице Москвы, Петербурга или Ярославля. Потому что только подчинение, рабская покорность, отсутствие какого-либо права на собственное решение для этих людей и является символом национальной доблести и цивилизации. Кто не верит, может перечитать страницы русской истории или узнать, что об этом думали классики русской литературы. С наслаждением топившие собачонку-муму в любой русской речушке или в любом русском пруду. Так вот, ненависть российского политического руководства к Пашиняну и к армянскому народу, это и есть ненависть ошалевшего Герасима, что ему не дают утопить свою муму. И он мычит с помощью информационного агентства ТАСС. И можно сказать, что это сравнение с Украиной для Армении это комплимент. Это еще одно напоминание о том, что в России прекрасно понимают, какие народы свободны, а какие подчинены. И практически с первого же дня, когда армянский народ продемонстрировал, что он может менять власть по своему усмотрению, пытается этот порядок нарушить. Войны, дестабилизации, попытки переворотов, любое лыко в строку. И понятно, что эти усилия будут продолжаться. И понятно, что существует страх, а если Армения действительно станет частью цивилизованного мира, как же тогда на нее влиять? В этом смысле прав бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, обратившийся к посланиям к премьер-министру Армении Николе Пашиняне. Не так много времени для того, чтобы окончательно отвязаться от Москвы. Но ненужные люди. Россия себя союзником Армении не считает, потому что у России нет и не может быть союзником. У России бывают только рабы, только крепостные, только подчиненные. Если ты хочешь равноправных, дружеских отношений, которые помогли бы развитию твоего собственного государства, это точно не отношения с Россией. И интервью, которое дал так называемый высокопоставленный российский чиновник агентству ТАСС, в очередной раз является доказательством того, что можно уже и не доказывать. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне Баймей Кофе, который помогает нам развивать эти ресурсы. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом YouTube. Мир вам!